Привет, друзья! В эфире рубрика «Броска.Лайф». Спешу сообщить вам о том, что совсем скоро в этом торговом комплексе будет проходить фестиваль еды под названием «Осень вкусно». Прямо сейчас организаторы нам расскажут подробнее об этом мероприятии. Вы посмотрите и сами сделайте выводы, стоит ли приходить на этот праздник живота, или лучше устроить разгрузочные дни. У нас на носу фестиваль еды, который будет проходить здесь, на фудкорте «Броска» на третьем этаже. Давай мне 17 и 18 сентября. Расскажи мне в двух словах, что это такое за фестиваль еды вообще? Ну, в общем, мы решили сделать в эти два дня акцент именно на фудкорт, то есть на всех рестораторов, которые представлены «Броска». Это такое мероприятие двухдневное, где можно будет, во-первых, вкусно поесть, ну, как и каждый день, но в эти дни будут действовать спецпредложения, скидки или какие-то новые блюда, которые смогут предложить наш фудкорт, наши рестораторы посетителям торгового центра и в целом фестивалям. Вот здесь вот мы сейчас проходим мимо балкона. Вот здесь вот на балконе мы обычно делаем это внизу в центральном атриуме, ну, какие-то активности, когда мы здесь хотели вот здесь вот сделать, на балконе. То есть два прохода у нас останется вот с той стороны и вот с этой, ну, будет все проходить на балконе. То есть вот это у нас будет такая импровизированная сцена? Да, да. Вот где вот это вот такая большая аудитория, как сказать? Пространство, да. Большое пространство, да. Здесь будет проходить вот все активности непосредственно здесь. Здесь будут выступать ребята, творческие коллективы. И развернуто это все будет лицом к фудкорту, чтобы люди, которые там едят, они могли как бы и есть, и смотреть. И может быть даже где-то между первым и вторым участвовать в конкурсах. Конечно же будут конкурсы, связанные с поеданием еды на скорость. Там бургеры, хинкали, пиццы. А сколько ты можешь хинкалинок съесть за раз, скажи? Ну, я думаю, что 15. 15? Нет. Да-да. Нет, никто не сможет 15 хинкалин съесть. Ну, ладно, 14. Это будет смерть от удушья хинкали сразу же. Ну, 10 точно. Обещаю. Обещаю съесть 15 хинкалин на фестивале еды. Да, друзья, а вы, пожалуйста, собирайтесь и давайте на это посмотрим, как это будет происходить и как потом в хинкальной коме будет у нас Сергей. Все мероприятие будет проходить только вот на третьем этаже, там, где фудкорт, верно? Или что-то где-то еще будет? Ну, в целом мы будем задействовать третий этаж, но проходить будет не только на фудкорте все. Часть будет здесь, и вторая часть будет проходить на коммуне. Это если мы говорим про 17 число, но... В первый день фестиваля. Да, в первый день фестиваля. Но там будет конкретно все для детей. Прекрасно понимаем, что люди, которые приходят сюда, они, ну, очень много семейных приходят, и хочется, чтобы было одновременно и детям весело, и как бы самим тоже. Скажи мне, пожалуйста, во второй день, чем будет интересен второй день? У нас есть пространство, коммуна. Во второй день там будет лекторий. Да. То есть будут лекции, будут спикеры, и все будет связано с едой, здоровым образом жизни, правильным питанием, гастротуризм, возможно. В общем, мы ищем интересных классных спикеров. Врачи, нутрициологи и так далее, да? То есть сначала мы брюхо себе набьем до талого, а потом пойдем к нутрициологу, и он будет нам рассказывать, как правильно питаться и что переедать нельзя, верно? И, допустим, как бросить лишний вес или в целом просто накачать мышцы. Это все абсолютно бесплатно, скажи мне. Это все абсолютно бесплатно, да. То есть и посещение лекций, да? Да. И в первый день, если я приведу свою армию детей, отправлю их в коммуну развлекаться, это тоже бесплатно. Тоже бесплатно. И музыку слушать бесплатно. И кушать на скорость тоже бесплатно. Две зоны. Ну, как бы она объединена в одну, но будет разделена на две. Это маркет. Будет у нас творческий маркет и будет фуд-маркет. Расшифровываю. Творческий маркет – это, в общем, люди, которые делают что-то своими руками, классные, крутые вещи, необычные, которые нигде не купишь. И, в общем, они показывают свое творчество, и ты можешь это купить. Фуд-маркет – это что-то такое крафтовое, крафтовая еда. Тоже, опять же, люди, там, мед, шоколад, фруктовые чипсы. Ну, то есть, очень это разносторонние у нас участники. И тоже можно будет приобрести. Где этот маркет будет проходить? Второй этаж, второй, третий этаж вот так вот будет. Скажи мне, чем отличается вот фестиваль еды, мероприятие от того, что я просто приду на фудкорт и поем? И вот зачем? Если я каждый день могу просто прийти на фудкорт к вам и поесть, зачем мне приходить на фестиваль еды? Да, на самом-то деле мы просто предлагаем, как сказать? Леш, эмоции, эмоции, да, самое главное, что получить эмоции, да, хорошую атмосферу, хорошее настроение. Посмотреть, как другие люди будут вот с такими животами сидеть, несколько хот-догов себя вот так вот запускать. Это же удивительно. Получить эмоции, получить, ну, где-то приятные подарки, а где-то получить скидки за то, что будет происходить здесь. И пару лишних килограммчиков. Дорогие друзья, так что обязательно запишите себе, зарубите на носу, да, но это какое-то физическое насилие. Лучше запишите себе где-нибудь, да, 17 и 18 сентября. С 12. Да, где? На третьем этаже Броско Мол. Будет? Фестиваль еды. Фестиваль еды. Все, кто любят есть, а это абсолютно каждый человек, приходите сюда к нам в Броско Мол на фудкорт и ешьте, и получайте одновременно удовольствие от еды и от того, что здесь будет происходить. Редактор субтитров А.Семкин